Это обмен опытом. Система уже достигла такого уровня, что надо встречаться. Мы испробовали разные методы рекламы, наружную, баннерную, в интернете рекламу. Но наиболее эффективный метод работы системы, это именно встреча структур, обмен опытом, общение. Поэтому как приехали мои ребята, моя самая лучшая команда с Южного федерального округа. То есть это структура наиболее динамично развивающаяся. Анастас, Алексей, один из моих самых лучших руководителей. Динамикой структуры, то есть по крайней мере, меня впечатляет. То есть там они прибавляют порядка 2-3% в день. Ну и мы ездим с ними по конференциям, по нашей структуре, по городам. То есть ездили, нас приглашали в Улан-Удэ, буквально мы приехали 4 дня назад. То есть после конференции в Улан-Удэ, то есть структура Влада Шиканова стала прибавлять по 2% в день. То есть ребята дают очень интересную информацию по общению, по рассказу о системе. То есть как работать с участниками системы, с десятниками. И просто с людьми, которые не слышали о системе, но не знают, что это такое. Поэтому хочу вас представить. Анастас и Алексей. Анастас, на тебе слово. То есть я в зале, какие-то вопросы, если что, могу дополнить. Спасибо большое. Алексей. Ну что, давайте мы сделаем сначала такой брифинг небольшой. Какие есть вопросы. Потому что много людей, которые что-то делают, но результат не тот, который хотелось бы иметь. А потом перейдем уже к конкретным рекомендациям, которые мы можем дать вам. И эти рекомендации, они приводят к конкретному результату. По факту. Вот есть у кого-то вопросы. Конечно, есть. Пожалуйста. Как эффективно сделать так, чтобы сейчас больше меток людей пошел. И начинающие, в этом плане, 10 дней. Вот у вас есть вопросы, вы же можете рассказать. Хороший вопрос, это поможет всем. Значит, я сейчас тогда буду рисовать рисунки. А есть у нас этот замык? Карандаш. Значит, есть такое понятие, что каждый человек, как доживший до 21 года, у него есть список знакомых. То есть, так называемый список имен. Человек был в детском саде, в школе, учился в каком-то учебном заведении, работал на этой работе. И у него появилось порядка... У него образовалось порядка 500-1000 знакомых. Чтобы этот список, его нужно упорядочить. Вот так меня хорошо слышно без микрофона? Нет. Нет? Плохо? Значит, смотрите, рекомендую всем нарисовать у себя вот такую ромашку. В центре ромашки вы. У вас есть, в первую очередь, ваши родственники. Затем, у вас есть соседи. Потом, вы где-то работаете. То есть, есть коллеги по работе. Потом, у мужчин, у них есть еще сослуживцы. С кем они служили в армии. Друзья. Знакомые врачи, да, есть у нас. У каждой женщины есть знакомый кинеколог, да? Федиатор. Детский врач. Потом у нас есть парикмахеры. Знакомые рыбаки, да, есть у мужчин. И так далее. С кем вы учились? В техникуме. В институте. Школа. Преподаватели в школе. Детский сад. И так далее. То есть, здесь можно лепестков писать и писать и писать. Вы сейчас можете уже подсказать несколько лепестков, написать. И пока я писал эти лепестки, наверняка у каждого уже появился какой-то один, два, три человека, про кого он забыл, кому он забыл рассказать о системе кассы взаимопомощи. Так или не так? После того, как вы вот это написали, нарисовали, да? Что вы делаете? Вы пишете всех, в список, делаете вот такую шапочку. И в шапочке здесь фио или кличка или как вы знаете человека. Потому что часто мы знаем человека как просто там рыжий, ушастый, лысый, носатый и так далее. Ну, без разницы, как вы его знаете. Может, вы его забыли уже и фамилию, где он живет. Но важный момент. После того, как вы его здесь напишите, визуально вспомните, жизнь складывается так, что вы встретите либо общего знакомого, либо вы его самого встретите, хотя вы до этого с ним там 10 лет вообще не виделись. И даже не предполагали, что это возможно. Будете идти по Москве, по тому, по той улице, на которой вы уже проходили тысячи раз, и встретитесь с этим человеком. Так работают законы природы. Поэтому я рекомендую всем вот здесь вот пронумеровать и начать составлять этот список и довести его минимум, чтобы здесь минимальная цифра была 500 человек. Здесь вы хотите результат. Мужчина, ответ на ваш вопрос. Хотите результат? Это работает где-то 2 часа. Далее, здесь, контактные данные. Что вы знаете? Адрес знаете, город, может быть, знаете, телефон, если знаете. Что знаете? Электронная почта. И следующая графа, примечания. Говорили вы ему о системе, не говорили о системе. Что он сказал в ответ? Может быть, он там сейчас лежит в больнице, просил вас перезвонить через неделю. Может быть, он уже стал членом системы и сделал определенный вклад. Когда вы прокрутите себя по вот этой ромашке, то у вас получится приблизительно где-то 40, 50, 60 человек изначально. Чтобы получилось 500 и больше, что вам нужно сделать? После того, как вы себя прокрутили, вы берете своего соседа, допустим, Ивана. Вставляете вот сюда в ромашку, Иван сосед. И начинаете вспоминать всех родственников Ивана, всех коллег по работе Ивана, всех его друзей. Врачей, врачей, парикмахеров, с кем он был в школе, техникум и институте. Написали. После этого вы берете второго соседа, Лену. Вставляете ее сюда, и вспомнили всех ее знакомых. Потом, всех соседей закончились, берете коллегу по работе. Вставляете сюда, вспоминаете всех его знакомых. Второго коллегу, со служивством, друзей. И когда вы всех прокрутите по этой ромашке, вот тогда у вас получится минимум 500 человек. То есть вы поверите в это тогда, когда вы это сделаете. Сейчас со стороны может показаться, что это какая-то фантастика. Но на самом деле это так. Поэтому очень важно это сделать. Вы все здесь руководители. Десятники, сотники, тысячники. И есть, знаете, такой закон природы, он называется ценность примера. То есть люди делают не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. То, что вы говорите, это ерунда. Люди смотрят на то, что вы делаете. Я сразу вам приведу пример, чтобы вы поняли, что это не шутки, что это серьезно. Что это нужно написать самому. Потому что когда у вас большая база данных, тогда у всех ваших сотников, десятников, у них тоже большая база данных. Попрошу вас сделать в течение одной секунды то, что я сейчас попрошу. Хорошо? Это в пределах разумного и ничего сложного. Вот, поднимите, пожалуйста, указательный палец кверху. Теперь посмотрите, какой палец вы подняли. Это указательный палец? Вот это пример того, что люди делают не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Понимаете? Это факт. Поэтому если я не напишу список имен, напишу 20 человек, да, и подумаю, да. Я же людям скажу, что я написал 500. Но это как-то происходит подсознательно, без нашего участия. На ментальном уровне люди будут чувствовать, что вы гривите душой. Почему? Потому что вы будете принимать от них оправдания. Почему? Потому что вы их будете принимать от себя. Чтобы не принять оправдания от своих людей, нужно сначала не принять их от самого себя. Если вы их от себя принимаете, то, как следствие, вам не позволит ваша совесть принять их от своих людей. Поэтому это то, что нужно сделать. Это первый шаг. Очень важно. Когда у вас есть богатая база данных, то вы себя спокойно чувствуете, и вы не нуждаетесь в людях. Потому что есть два варианта, опять же. Либо вы нуждаетесь в людях, либо люди нуждаются в вас. Если у вас база данных маленькая, то написано у вас там в телефоне вашей книжки, там, я не знаю, 30-40 человек. Конечно, вы переживаете за то, что он не войдет, что он не станет участником. Где же я потом следующего возьму? Вы начинаете его уговаривать. Вы становитесь рукой просячей. Вы начинаете ему какие-то гарантии давать, какие-то обещания. Все это приводит вас к проблемам. Потому что если наш руководитель, Сергей Пантелеич, говорит, что никому ничего не обещаете гарантии, нет гарантии, это сатанизм. То есть нет гарантии, что солнце завтра будет светить, оно может потухнуть. Почему мы тогда будем давать гарантии? Мы тоже не имеем права давать их. Поэтому напишите. Это вам будет легко работать. Вы будете чувствовать себя свободно. Этот не услышал вас, не захотел. Следующий. Просто следующий. Следующий. Есть закон чисел. Каждый из вас, идя по городу, видел нищие, которые сидят вот так, просят денежку. Но я думаю, что не все здесь, присутствующие в зале, ложат туда монету. Кто-то просто проходит мимо. Правильно? А кто-то ложит монету. Вот давайте сделаем так. Кто ложит монету? Поднимите руку. Опускаем. Теперь кто ложит монету тому, кто им нравится. А теперь давайте тогда. Кто не ложит вообще принципиально? Видите? Вот. Но почему-то эти люди, они все равно сидят. Это говорит о том, что есть люди, которые ложат монету. Это закон чисел. Закон чисел – это закон богатства. И более того, те, которые делают вот так, им чаще ложат монету. Почему? Потому что люди реагируют на движущиеся предметы. Видели, может, манекены, да? Есть, которые просто стоят, а есть, которые крутятся. А те, которые крутятся, да, они больше привлекают внимание. Переходим к следующему. После того, как мы составили базу данных, нам нужно научиться этих людей правильно приглашать. На встречу. Встречу. Где же проводить с ними встречу? Встречу можно проводить, я рекомендую так. Те люди, с которыми вы давно знакомы, которые вас знают с хорошей стороны, вы с хорошей стороны, с ними лучше всего встречаться у себя дома. Потому что, когда вы встречаетесь с ними дома, степень доверия этих людей, она на порядок больше. Они пришли к вам домой, и они по-любому уже будут вас слушать, как минимум, изрежливости. Люди, с которыми вы мало знакомы, встречайтесь с ними на нейтральной территории. Либо это где-то кафе какое-то, либо это офис. Вы сами должны свой список отсортировать. Когда вы звоните кому-то, назначаете встречу, вы уже знаете, куда вы его будете приглашать. Либо в офис, либо на нейтральную территорию, либо к себе домой. Приглашение. С чего же оно состоит? Все мы умеем приглашать людей на день рождения, на шашлыки. Но приглашение, где мы говорим с людьми о серьезных вещах, то есть о возможности заработка, о возможности инвестиций, оно должно иметь определенное содержание. Потому что люди реагируют на три вещи. Уважение, интрига и чувство потери. И я рекомендую вам записывать, потому что сегодня я с вами делюсь практикой. То есть я сейчас вам рассказываю не то, что я в книжке прочитал, а то, что я сам делал тысячи и даже, может, даже десятки тысяч раз. Приглашение. Оно имеет временной промежуток. Две минуты максимум. Две минуты это максимальное время приглашения. Если больше двух минут, уже идет перегруз, человек вас перестает слышать. Поэтому старайтесь укладываться минута-две. Что в нем должно быть? Содержание. Первое. Уважение к человеку. В чем оно может выразиться? Вы можете спросить. У вас есть одна минута для телефонного разговора? То есть человек может быть в это время варит борщ или в спортзале занимается и так далее и тому подобное. Он не готов к разговору. И когда вы у него спрашиваете, то он вам отвечает. Да, есть. Если есть, вы продолжаете. Если он говорит нет, тогда вы говорите, хорошо, я перезвонил в другой раз. Это элементарная вещь. Просто уважение к человеку. То есть относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. Это истина, которая уходит в корнями века. Второй. Второй пункт. Интрига. То есть создать интригу создать интригу и сохранить. Сохранить ее. Не раскрыть. Это как женщины, они в этом профессионалы. Декольте такое есть. Но как бы не совсем. Если полностью раскрыть, уже неинтересно. А так интригует. Так вот, создать интригу. Что здесь вы можете сказать? Вы можете сказать, что вы сейчас открыли свое дело. И вас интересует несколько серьезных людей. Самое интересное, что это правда. Это же правда. Сегодня, да, концепция МММ дает возможность каждому открыть свое дело. С минимальной инвестицией 300 рублей. Сейчас откройте свое предприятие в традиционном бизнесе с 300 рублей. Это возможно? Мне кажется, это вообще нереально, да? Это вообще там в каком-то, может, во сне можно такое увидеть. А здесь, в МММ, человек вложил 300 рублей, он получает свой бэк-офис, да, так сказать, электронный кабинет. Естественно, гарантии нет. А в традиционном бизнесе что, есть гарантии? Кто занимался традиционным бизнесом? Как, гарантии есть? Нигде нет гарантии. Никакого понятия в природе, да. Нет гарантии, согласен. Так и здесь. Ну, просто там вам нужно инвестировать... Да, да. Там нужно инвестировать там десятки и сотни, да, и может даже миллионы рублей. То есть здесь можно от 300 рублей начать. Ну, прогорели, прогорели. 300 рублей не та сумма, на которой там человек повесится или застрелится. Правильно? Так вот. Вы говорите человеку. Я сейчас открыл свое дело и меня интересует несколько серьезных людей. Позвонил тебе, потому что знаю, типа, как человека серьезного. Говорите ему правду. Как человека ответственного. Может, он просто целеустремленный. Как человека целеустремленного. Можете сказать, может, ему можно доверять, можете сказать так. Знаете, как человека, которому можно доверять. То есть приподнимите человека, подчеркните его качество. Понимаете? Нужно подчеркнуть в человеке хорошее. То есть плюсы его поднять. Не о минусах, а о плюсах говорить. В каждом человеке есть хорошее. Однозначно. Даже в самом плохом человеке все равно можно найти хорошее. Скажите ему просто правду, как вы его знаете. Я сейчас открыл свое дело. Меня интересует несколько серьезных людей. Тебя знаю, как человека, которому можно доверять. Именно поэтому тебе позвонил. Прикольно. Как вам? Нравится такой текст? Вас бы заинтриговал такой текст? Да. Заинтриговал. У человека начинают возникать вопросы. А что это такое? Расскажи мне в двух словах. А может это вот это? Или это вот это? Здесь мы доходим как раз до того, как сохранить интригу. То есть вот мы ее создали. Я открыл свое дело. Меня интересует несколько серьезных человек. Именно поэтому позвонил тебе, потому что знаю человека делового или целеустремленного. Человек спрашивает. Да, хорошо, мне интересно. А тебя интересует возможность? Да, интересует. Вот. Ну что это такое? Что вам говорят люди? Вы звонили, да? Вам же говорят, что это люди. Что вам говорят? Поделитесь. Давайте будем общаться, ребят, чтобы это самое не так будет легче просто. И у вас больше останется. Как будто что-то говорят. Да, давайте вот какие еще есть варианты. Чтобы у нас было интерактивное такое общение. Такое маркетинг спрашивает. Такое маркетинг разное. Что вы отвечаете? По-разному. Если надо заиндриговать, значит, давайте встретимся и расскажем вам подробно. А если есть такой человек, который не на чему, то да, если не будет. Есть еще один хороший ответ. Нужно ответить вопросом на вопрос. Можно сказать, а вас интересует садьевой маркетинг? Что человек вам говорит? Он может сказать нет или можно сказать да. Вот в ответ на это вы ему говорите, вот именно поэтому я вас приглашаю на встречу. Готовим почву просто для будущего разговора. Да, просто по телефону деловые встречи не проводятся. Если бы я могла вам объяснить это по телефону, я бы вам сейчас не звонил и не назначал эту встречу. Именно поэтому я вам сейчас и звоню, чтобы мы с вами встретились в офисе или у меня дома. Я подробно объясню вам об этом эту возможность. Следующий ответ. Вы можете сказать, знаете, я не знаю, насколько вы серьезны. И свою серьезность вы проявите, когда вы придете на встречу в назначенное время. Для меня это будет говорить о том, что я могу с вами поделиться этой возможностью. А если вы даже не придете, то по телефону, знаете, я себя уважаю, я по телефону об этом вопрос принципиально даже говорить ничего не буду. Как вы считаете, хорошая ответа? Правильно? Вы же никогда не устраивались на работу по телефону? Можете так человеку сказать, а вы когда не устраивались на работу по телефону? Пожалуйста, вот пришел наш руководитель Вадим Железняков, поприветствуйте. Это наш руководитель по Южному Федеральному Оргу. Благодаря ему и я здесь, и Алексей Кончатов здесь, и многие другие люди. Пожалуйста, присаживайтесь. Вы используете структуру в Южном Федеральном Оргу. Да, да. Я расскажу об этом позже, как я этого добился. Так вот, по поводу сохранить интригу. То есть, смотрите, очень важно ее сохранить, потому что, если вы ее не сохраните, если вы ее расстроите хотя бы чуть-чуть, что произойдет? Следующий шаг. Вы сказали, да, это там, например, это МММ. Допустим, да? Что происходит с человеком? Даже если он ничего не знает об МММ, наверняка он уже что-то знает. По телевизору он уже видел там репортажи, там, и так далее, и так далее. Но даже если он ничего не знает, первым делом он берет телефон, звонит своему знакомому и говорит, а что ты слышал об МММ? И тот ему все рассказывает, все, что он слышал. Даже если он там не был ни разу, он все равно что-то даст, какой-то совет. И человек подумает, зачем я буду идти на встречу, если мне вот уже мой друг там, Костя или Слава уже все рассказал. Он просто фонарно не придет к вам на встречу. Понимаете? Если вы, запомните, если вы раскрыли интригу, вы можете этого человека из списка сразу вычеркнуть. И даже не приходите на встречу, потому что 99% что он туда не придет. Это проверено практикой. Мы все делали одни и те же ошибки. И я делал те же самые ошибки, пока не понял этого. Третий пункт. Здесь еще нужно дать вилку во времени, сохранить ее и дать человеку выбор. Выбор без выбора. Что это такое? Когда вы говорите, что именно поэтому нам нужно встретиться. Мы можем встретиться с тобой или у меня в офисе, или в кафе. Где тебе будет удобнее. То есть вы не спрашиваете, вы не говорите, мы можем с тобой встретиться или не встретиться. Вы говорите, мы можем встретиться или там, или там. Чай, чай, или чай. Да. Успех или все равно успех. Он говорит, хорошо, мне удобнее в кафе. Замечательно. У меня есть время для встречи. 14 или 18 часов. Вы сами подбираете себе время. Или там. 11, да? Или 14 часов. Какое время тебе подойдет? Это опять выбор без выбора. Какое время тебе подойдет? Человек уже думает, он не думает встречаться или не встречаться. Он думает так, 14 или 18. Но 18 мне более удобно. Да, мне подошло 18 часов, как раз я до 17 работаю. 18 часов. И когда он уже озвучил то время, которое ему подойдет, здесь вы ему даете чувство потери. Это третий пункт, очень важный также. Чувство потери. Обязательно его нужно давать. Люди начинают что-то ценить только тогда, когда они могут это потерять. Как в жизни происходит? Не ценим жену, мы ее теряем. Не ценим мужа, мы ее теряем. Не ценим детей, мы их теряем. Не ценим какую-то вещь, мы ее теряем. Не ценим машину, мы ее разбиваем. И так далее. Поэтому чувство потери это то, что... Вообще вот на эти три вещи всегда реагирует человек. При любом общении ваш состав правильный вашего общения должен состоять из вот этого. Уважение, интрига, чувство потери. Как чувство потери должно выглядеть профессионально? Когда он уже сказал, что я приду в 18 часов, вы ему сказали, запиши адрес, это там-то, там-то. После этого вы говорите такую фразу. Уважаемая Антонина Иванова, мне нужно знать точно, будете вы в это время или нет? Если нет, то скажите мне об этом прямо сейчас, тогда я на это время приглашу другого человека. Потому что при всем уважении к вам я не хочу потерять свое время. Желательно слово в слово. Или там... Антон, мне нужно знать точно, придешь ты в это время или нет? Если нет, предупреди меня об этом сейчас, тогда я на эту встречу приглашу другого человека. при всем уважении к тебе, Антон, я не хочу потерять свое время. Это нормально, понимаете? Это нормально, когда вы не хотите потерять свое время. Это правда. Вы же не хотите потерять свое время. Я когда-то тоже приглашал людей, ну и мне неудобно было давать чувство потери. Я думал, ну это же человек серьезный, ну как я ему такое скажу, он же все равно придет. Я приходил на встречу за 10 минут, без опоздания, в деловом виде, а человек не приходил. Второй не приходил, десятый не приходил, сотый не приходил. И потом я понял, что люди, они все одинаковые, что всем нужно давать чувство потери. Я начал давать чувство потери и из 10-ти в 8-ть начало приходить. Вовремя, без опоздания, в деловом виде. Поэтому, не теряйте время, сразу начинайте его давать. Вы увидите, как это работает. Когда вы проговорите эту фразу, у человека возникнут конструктивные вопросы. Он скажет, а где это кафе? А где этот офис? Хотя до этого он уже якобы записал адрес. Но он опять у вас спросит. Тогда вы почувствуете, что человек, он даже не собирался прийти на встречу. Только тогда вы поймете, как хорошо, что я сейчас дал ему чувство потери. Понятно, да, этот момент? Как это выглядит полностью? Уважение. Полностью приглашение. Есть такие вещи, которые уже работают несколько тысячелетий. Одно из них правило Сократа. Если вы хотите получить положительный ответ на свой вопрос, поставьте его на третье место. Перед этим задайте два простых вопроса, на которые человек ответит вам да. К примеру, вам комфортно в этом зале? Значит, был правильный вопрос. Это правило работает. Недавно такой ученый провели эксперимент и выяснили, почему оно работает. Выяснилось. Посадили там приборы к человеку и выяснилось, что когда человек говорит слово да, в его кровь выбрасывается гормон удовольствия, интерфин. Те же самые гормоны выбрасываются у человека, когда он там выпивает 100 грамм коньяка. Человек расслабляется, успокаивается, но готов к положительному какому-то решению. Когда человек говорил нет, в его кровь выбрасывались гормоны адреналина, гормоны концентрации, напряженности определенной. То есть человек готовился к атаке, он закрывался. Это не то, что нам нужно. Это правило работает уже более двух половинных тысяч лет. Так вот, поэтому вы задаете глупые вопросы, на которые человек отвечает да. Вы знаете, что это, допустим, Антон. Но вы говорите все равно это Антон. Алло, это Антон? Он говорит да. Антон знает, что это Анастаса ему звонит. Но вы все равно говорите, это звонит Анастаса, узнаешь, что он говорит? Да. Антон, у тебя есть минута времени для телефонного разговора? Если нет, допустим, Антон занят одновременно у нас уважение, то вы говорите, он говорит нет, да? Вы говорите, хорошо, Антон, я перезвоню в другой раз. выключайте телефон если он говорит да есть вы взяли три да супер вы одновременно и правила сократа соблюли и уважение человеку проявили то есть он будет также уважительно относиться последующей вашей речи после этого вы переходите создать и сохранить интригу вы говорите антон я звоню тебе по делу я сейчас открыл свое дело и меня интересует несколько серьезных людей тебя знаю как человека целеустремленного именно поэтому тебе позвонил можете сказать это так я не ошибся он скажет ну да скажет нет да ну извини ошибся всего доброго до свидания если он говорит да тебя интересует возможность заработка перспектива карьерного роста нет всего доброго до свидания да мы можем с тобой встретиться или у меня дома или в офисе или у меня в офисе или кафе на нейтральной территории как тебе будет удобней давайте человеку выбор он сам выберет как ему удобно мне удобнее в кафе можно встретиться с тобой в 16 18 часов какое время тебе подойдет ведете человека да поэтому мне удобней 16 часов хорошо запиши адрес улица ленина дом 14 кафе там айс хорошо записал и после этого вы даете чувство потери антон мне нужно знать точно будешь ты в это время или нет если нет скажи мне об этом сейчас я я тогда приглашу на это время другого человека при всем уважении к тебе я не хочу потерять свое время после этого вам становится ясно придет антон или не придет если где-то вы почувствуете чувствовать людей интуитивно вы больше почувствуете если вы где-то засомневались что он придет возьмите на это время еще одного человека пригласите чтобы вы его не потеряли это время понимаете не хотите время свое терять когда у вас сомнения пригласить двух трех человек на это время один сто процентов дойдет потому что даже если он принял решение прийти то он может по дороге колесо пробить авария может произойти может позвонить жена сачу ребенок заболел там надо ехать в аптеку и так далее потом свежие поживые люди да это того что у него просто желудок может расстроиться все может быть поэтому приглашайте несколько человек на одно время тогда вы его не проверить не потеряете и ваш день пройдет плодотворно каждый день это маленькая прожитая жизнь каждый день он дает вам мотивацию к дальнейшим действиям включился у вас человек сегодня как он себя чувствует уровень энергии совсем другой уверенность себе уже больше на порядок либо вы просто назначили встречу пришли и человек не пришел вы как себя чувствуете вы чувствуете себя каким-то невостребованным немножко неудачником ваша мотивация падает внутри нужно стать самым мотиватором самому себя мотивировать да и видеть такой насосик который постоянно ваши колеса подкачивает чтобы никто там дырочку там иголочкой не сделал и вы не сдувесь вот это что касается приглашения это очень важный момент какие то вопросы есть по вот этому по первому по второму пункту переходим к следующему мне пришло письмо как раз закончились выборы в государственную думу закончились выборы президента когда свобода в одной из политических партий и вот это все ажиотаж такой был все закончилось я думаю вот все затишек 4-5 лет сейчас вообще будет просто на рабочем месте сидеть на одном стуле ничего не делать но это не по мне и тут мне приходит письмо счастья такое если вы хотите поправить свое материальное положение позвоните мне не шучу считайте это подарок судьбы это письмо мне пришло от тимура рустанова но дело просто тимура рустанова знал как серьезного человека бизнесмена мы с ним в одном из бизнесов вместе участвовали так вот я ему звоню он мне говорит ну приходи туда туда в офис я тебе все все там расскажу а что это такое то сетевой маркетинг он говорит нет это не сетевой маркетинг все расскажу в офисе хорошо я принимаю решение сразу прийти после рабочего дня не прихожу смотрю офис ммм там все такое думаю про ммм у меня негативное отношение может что это с фигня кто-то меня пригласил за ммм думаю ну в принципе послушать надо интересно ну и в общем его послушал в этот же день принял решение что буду вносить деньги в систему ну думал попробую там несу тысячу рублей не отдадут деньги так бы отдадут ничего страшного денег не жалко тысячу рублей он мне еще дал книжку пирамиды я прочитал книжку пирамиды пока я ее читал мне несколько раз поменял свое скажем так решение а сначала бы не суть 10 тысяч рублей потом решил один на год хочу тысячу положить и 10 тысяч когда я читал до конца книжку пирамиды я принял решение вносить систему 70 тысяч рублей как раз тогда сергей потеряющий мавроди посадили за неуплату этой тысячи рублей помните да марта я как раз 12 марта прихожу в офис уже все готов вносить деньги уже все решение принято смотрю вот все хмурые люди какие-то ходят что случилось непонятно вроде бы как что-то не то происходит вот я хочу внести 70 тысяч рублей а вообще что тут происходит для сергей пиццы в тюрьму посадили блин я раздумываю вносить или не вносить я думаю блин я сейчас несу и больше уже по-любому не отпустят я просто потеряю свои деньги думаю блин я в старости будут вспоминать и думать только о том чего я не сделал ну и вон нафиг короче нафиг 70 тысяч рублей через три дня когда уходит из больницы сергей патериевич мавроди я был наверно самым счастливым человеком потому что я уже попрощался со своими 70 тысячами рублей и потом когда еще объявили о бонусе 50 процентов я вообще об этом не знал что такое может быть оказалось что 5 тысяч рублей то есть это я был второй раз еще раз самым счастливым человеком и поэтому я хочу сказать что вот этот вот механизм он работает по крайней мере я пришел вот так в систему а вы можете вопрос вам? а что он вам сказал что вы решили сразу достигнуть? он со мной разговаривал час он со мной разговаривал час он так любишь что какие слова вас привлекли в схеме? этого я уже не вспомнил он не просто честно это рассказал о системе скажите как вы потом начали МММ когда это было 15 июня или 16 июня вот это история больше не интересна как в МММ11 вступили здесь все это знают там все было красиво и шоколадно а вот давайте 16 июня расскажем я начал вести вебинары я начал вести вебинары прям 16 июня? с первого дня да с первого июня кто-то это знает 15 июня закончилось МММ11 а я начал с 1 июня развивать МММ11 с первого июня мы не смогли вы могли себе вклад опорнить 26 июня с первого июня уже я был участником системы МММ11 хотя у меня еще не было личного кабинета у меня появился только седьмого июня но я зарегистрирован уже был с 2 июня у меня был кабинет я уже не смогла 2012 система стартовала 15 июня она стартовала 1 июня просто был спокойствие объявлен до 15 июня а 12 уже стартовала а 12 уже стартовала а 12 уже стартовала мы будем населить и в 11 уже и в 12 давайте не будем спорить то есть споришь и не знаешь и не спорить спасибо Дмитрию здесь Анастас нарисовал схему то есть он вам предложил инструмент для чего приехал сюда к вам я я это тот человек который этот инструмент использую по сей день и Сергей Пантелеевич Мавроди объявил меня лучше тысяч ну сейчас их тоже там объявляют и десятники там каждую неделю а? я первый да первый он бывает только один раз вот он первый первый да ну я не хочу вам сейчас показать свою корону не с этим я пришел а ты покажись да вот он дело в том что возникло много разговоров о этой схеме да ну и говорят что это сетевой маркетинг и так далее я сейчас не хочу в эту полемику вступать мы, скажем так, эту тему уже обсудили смысл в том что используя этот инструмент в первую очередь мы работаем над собой в первую очередь мы я лично победил свои страницы то есть общение с людьми если ты пообщался и у тебя не получилось то попытаясь во второй в третий раз рот пойдет обязательно вот самое главное что вот сейчас как раз затронули мы здесь будем говорить не о том что как работает там система важно важны лидеры у меня есть команда в Астрахани команда ребят с которыми я работаю вот прозвучал от вас вопрос о том что ну там Петелеич крутит педали вот представьте себе я приехал в Улан-Удай мы там были 10 дней я приехал домой обычно я собрание провожу каждую пятницу у нас в Астрахани в 11 часов ввиду того что в пятницу мне нужно было вылетать сюда я сдвинул на один день и провел его в четверг и у меня пока меня нет есть коррекционный совет моей структуры пока меня нет есть председатель этого совета и есть пять человек которые помогают которые отвечают за рекламу за какие-то организационные вопросы у нас действует ФРС это фонд развития системы Демкин я не знаю что делает Демкин я знаю о ком вы говорите я не знаю что он придумал вот возможно и по подобию я не интересовался что он использует а если координационный совет вообще вот паши структуры есть а структуры таких как паши да а как они разброс и шатания или есть тоже совет или надо его создать уже потому что вот пишешь КРО кто такие КРО это обезличенные непонятно куда-то ну как зачем вы сейчас можете увидеть Алексеевич Виктору КРО да никто не отвечает никогда ничего поток информации очень большой да есть есть одна ошибка есть небольшой нюанс но исправляется со временем самое главное доверие у человека обещали что система будет автоматически распределять поручения но у меня впечатление такое что кто-то сидит хитрый и злой и хочет распределять не хочет и не если это робот распределяет почему он так задерживается что что ему мешает должно быть это просто робот чтобы не человек какой-то распределял а просто робот нормального робота у нас на собрании я не могу ответить за систему я не участвую в ее руководстве я отвечу своим словами как я ответил своим руководителям когда мне задали вопрос о том что Алексей ты знаешь я сделал запрос а вот три дня уже ничего не происходит в чем дело в чем все мы опять тонем я им объяснил я говорю друзья во первых разморозка полуподовых депозитов это первая нагрузка на систему очень серьезно второе разморозка опять трехмесячные уже никто не отменял они тоже там постепенно размораживаются третье сейчас очень сильно рекламируют и очень сильно давят на автомобильную акцию давайте давайте быстрее то есть планируется через автомобильную акцию и через которой последует следующая акция по недвижимости легально рекламировать нашу систему так как невозможно сейчас нам выйти у нас же почему сейчас ну скажем так есть проблемы у нас нет рекламы никакой нет а скажите как вы сегодня выводите бонусы руководителя через письмо кому-то или просто заказывать то есть с тысячника под тысячника и выше запрещено выводить бонусы руководителя как вы это делаете я про эту информацию к сожалению не знаю у нас разная МММ что ли у всех есть такой вопрос это вопрос в системе мы спокойно выводим у нас спокойно выводят через проблемы есть какой-нибудь тысячник у кого бонусы есть да есть в зале какой-нибудь тысячник который не может вывести бонусы руководителя без согласования наверх по письму не запрет но надо согласовать запрета нету как такового было что запрет пока не согласуют нельзя выводить у нас такого не было нет у нас такого не было это видимо у нас такого не было обращайтесь к своему руководителю мы первый раз об этом слышим мы первый раз об этом слышим люди ездят постоянно по конференциям вы просто были в ОМД в это время больше информации знаете может быть такой новой совершенно неделю назад появилась информация что тысячники десяти тысячники в связи с тем что сейчас нагрузка на систему большая они сейчас согласуют вывод бонусов а уже ну скажем так сотники выводят как обычно если тысячник тем не менее никто не запрещает выводить свои вклады то есть свои вклады выводить можно но в принципе все поэтому всем так же рекомендуется вклады делать систему еще помимо бонусов чтобы вывести свои вклады понимать так что спасибо за эту информацию да действительно такое есть это буквально дней 5 назад но именно именно вот эта информация она пятидневная или семидневная да если не выводится что делать вот измененный сверхдоходный депозит у человека не выводится вообще что делать ну вот совершенно невозможно сказали что Дмитрий а вы еще не сказали про то что письме нужно указать цель вывода да как вы считаете это оскорбительный я считаю правильно потому что в принципе у каждого есть свои свои вклады и тут смотрим если динамика у структуры представьте у одной структуры динамика хорошая а у другой динамика отрицательная и получается бонус руководителя за счет чего платить за счет другой структуры то есть нужно согласовывать на треть если структура показывает хорошую динамику вот как то есть руководители а с кем согласовывать ясный координатор мы можем стоять на одну по крайней мере на курсе дальше идет с десятитысячник и там уже дальше меня зовут Сиддер Антон 6 тысяч километров нас разделяет и пять часов пять часов лета у нас 30 градусов сейчас в данный момент это тепло это тепло это тепло нормально но действительно запускали конференцию ну и не думали что такой будет резонанс действительно когда общаешься с ведущими скажем специалистами да в области продвижения я думаю сейчас вот разговор был сколько у вас входит сколько выходит но дело не в этом дело в инструментах да наверное с чем люди работают у меня есть опыт в принципе сетевого маркетинга вот система там Amway ну разные системы да привлечение вкладчиков но у нас особенность такова в регионе что Бурятия это скажем так миллион населения и скажем так большая деревня да клановая система то есть в одиннадцать у нас прирост шел в марте месяце сто миллионов входило сто выходило то есть достаточно бурно развивались почему потому что из уста это все шло да и сейчас раскачать двенадцатую достаточно тяжело потому что негатив очень большой вот что мы сделали ну 17 октября мы запустили благотворительный фонд основан он на на добровольно принудительной такой основе то есть каждого руководителя и участника мы стараемся ну руководители в обязательном порядке пять процентов собираем десять руководительских благотворительный фонд и участников при входе когда они регистрируются мы объявляем что ребята вот ситуация такая есть проблема в одиннадцатой пожалуйста будете выводить свои бонусы или получать средства в размере пять процентов будьте готовы положить фонд вот но как бы не все идут на это да но тем не менее работа такая производится вот сейчас на данный момент там в месяц у нас приходит ну небольшие суммы ну скажем аккумулирован порядка 100 тысяч что это дает это дает погасить очаги да пламя там есть очень нуждающиеся участники то есть там ко мне обращаются буквально вчера увезли мальчика на операцию то есть жизнь или смерть да там надо было помочь 30 тысяч рублей то есть вот из этого фонда мы гасим такие очки и в принципе такой положительный резонанс идет что но все-таки выплачивается да люди обращаются вот ну и никаким в целом по республике он идет ну вот думаем как выйти из ситуации сложившейся то есть Владислав у нас пригласил вот группу ребят в принципе ребята откликнулись приехали вот трехдневные были семинары проходили и в итоге конференция да итоговая прошла то есть что это дало это ну порядка десяти процентов приток то есть вот после конференции сразу проанализировали какой приток участников пошел ну порядка после конференции после семинаров там порядка ста человек зашло то есть есть четкие механизмы которые нужно просто запускать и контролировать они не новых в принципе может кто-то их не знает но вот ребята тут как раз для этого сюда и приехали что в принципе есть последовательные шаги которые нужно выполнять и развивать очень многие просто о системе не знают довести информацию и работать с людьми и работать с людьми по привлечению да александр колбасов когда он сказал что ребята офис инструмент когда пошли слухи о том что там ну я регионы не буду называть чтобы не компрометировать конкретно регионы где просто снимались квартиры с бильярдными столами и там постоянные попойки и так далее это вот были вот такие офисы в том числе я поездил по регионам и в одиннадцатый у меня было много офисов я поездил по регионам посмотрел как вообще работают и люди используют офисы то есть какое-то помещение где сидят два-три десятника они повыряются там в носу я говорю какой у вас график я говорю здравствуйте я тысячник системы какой у вас график ну я аккуратно скажу они сказали разгильдяйся вот слово было несколько другое я говорю ну что ж молодцы вы далеко пойдете и так далее и так далее так вот наша задача с вами сегодня здесь сейчас пошла пошло бурное обсуждение мне кажется оно неуместно потому что мы не для этого к вам приехали чтобы обсудить там в чьей структуре и какие правила да о неправильной работе системы это не обоснованно потому что я например я не в КРО я не у руля системы я руководитель который достиг определенных успехов я приехал с вами поделиться хотите вы это принять информацию давайте обсуждать не хотите ну тогда можете мимо пройти этой конференции смысл здесь в чем наши конференции вот вспомните последний раз я вернусь к 11 и все и забудем в 11 были реальные проблемы с тем что люди друг у друга пытались увести структуры то есть если это была какая-то школа десятников то на нее ты пришел послушал и обязан остаться в этой структуре и мы забываем о том что МММ это одна большая команда какая разница в какой ты находишься структуре когда ты кликаешь на кнопку запросить помощи тебе платит Владивосток а ты находишься в Астрахе я не знаю если мне из моей структуры кто-то заплатит я наверное где-нибудь там галочку поставлю что такое случилось ну это один там на миллион шансов что тебе поможет твой сосед на самом деле происходит это в разных концах моя задача обучить как можно ну подать свою информацию как можно большим людям и не важно наша цель здесь не провести конференцию и потом сказать так ты и ты и ты ты уезжаешь со мной в Астрах и будешь руководителем так ни в коем случае я лишь расскажу как у меня это все получилось и все а самое главное что мы должны здесь воспитать лидеров в первую очередь и вы потом приедете на места и будете не нужно например плодить десятников вот так какой-то конвейер устроить и чтобы они там были как роботы вот им дать схему и все и пошли это некое клише но вы можете его добавлять никто не запрещает вам добавить пару теплых слов туда или что-то видоизменить это вам скажем так матрица а вы на этой базе ваша база вы на этой базе можете что угодно делать фантазируйте все ограничивается вашей фантазией вот и все а здесь с одной стороны говорят о том что мы семья пускай вот эти люди тогда сядут за этот стол и поездят по регионам почему мы приехали сюда а не кто-то другой потому что нас отметили и я абсолютно не смотрю за спину себе и кто там руководитель и так далее и кто там у другого я в системе ММР мы все одинаковые люди если мы будем стараться думать о хорошем у нас очень много людей значит все будет хорошо мысли материализуются я очень часто стал об этом думать и в это верить в августе этого года я находился на Красной Поляне и я очень сильно мечтал поехать на Байкал все люди все люди которые живут в нашем регионе мечтают попасть в Сочи летом а я мечтал попасть на Байкал но так как у меня живет товарищ там мы не виделись 12 лет я приехал в Сочи мне пришлось приехать в Сочи поднялись на Красную Поляну там стоял стол на котором были вывески в Сочи 41 километр какое-то местное озеро горное еще сколько и Байкал 5000 километров я встал показал на него пальцем и сказал Сергей сфотографируй меня три дня назад я был на Байкале понимаете я этого просто захотел я просто захотел стать руководителем я им являюсь я реально трепещал когда мы у нас было очередное совещание и мы обсуждали серьезные вопросы там какой-то очередной слэшмок у нас ко мне вбегает мой руководитель с ноутбуком у него трясутся руки он говорит Леха заканчивайте вы здесь вообще не о том разговариваете я говорю что случилось он включает плейт и там Сергей Пантелеевич говорит внимание лучший тысячник в очереди Алексей мне осталось только пожать Пантелеевичу руку все я достиг системе МММ всего что хотел понимаете деньги вторичные деньги вторичные невозможно обучить человека на любой школе десятника и он на следующий день забудет о своих бонусах у него в голове будет только идея и так далее вы должны каждого человека просто выносить как вот я не знаю система для меня как ребенок я конечно я помог nek chaos я человек это бесконечность прошлое это бесконечность с минусом будущее это бесконечность с плюсом мы это есть бесконечность нужно жить сегодня сейчас Поэтому я предлагаю на этой волне все-таки нам с вами общаться, ведь не было до этого таких конференций. Что такое МММ? МММ это личный кабинет, все. Помните этот синенький в 11-й, который толком не работал? А мы предлагаем общение, потому что сегодня мы идем с вами под флагом МММ. Завтра мы сможем благодаря этому... Я никогда уже не разорву тех знакомств, которые получил на Байкале. Я никогда не разорву тех знакомств, которые получил благодаря ММММ в Москве, в Казани, в Волгограде, в Саратове, в Петербурге. Понимаете, это огромное количество людей. Я хожу на выборы, на любые там, в областную думу, в городскую. Хожу на выборы только потому, что мне интересно прикоснуться к мероприятию, в котором участвует огромное количество людей. Это энергетика, это общение. Если сегодня здесь, в начале конференции, кто-то сидел и думал, о чем мне эти ребята могут рассказать, то я думаю, к середине, в завершение, вы поймете, что мы не приехали вас чему-то научить. Мы приехали поделиться с вами опытом и получить опыт от вас. Вот и все. Никакого рейдерского захвата. Если такие случаи были, ну давайте посидим и там уже без галстуков это обсудим. Мы зададим вопросы конкретным людям, кто за это отвечает. Эти вопросы не к нам. Мы лишь за то, чтобы объединить и сейчас понять для всех, что на сегодняшний момент систему нужно поддержать. Как об этом нам рассказывает Анастасий Георгиевич Колпаки. Человек, благодаря которому у меня появилась огромная возможность роста и на сегодняшний день я развиваюсь. Это человек, который предоставил мне инструмент. Анастасий Георгиевич, вам слово. Анастасий Георгиевич, спасибо. Приятно слышать такие слова. Вот, знаете, я вам расскажу анекдот такой небольшой. Следующее понятие, к которому мы перейдем. Мы поговорили о приглашении, да, теперь мы поговорим о продвижении. Есть такое слово, промоушен английское, продвигать. Для начала начнем с анекдота. Встречается мышка и хомячок. И мышка говорит хомячку, этот самый, хомячок, а что так вообще в жизни получается? Мы с тобой одинаковые, хвостик, лапки, все остальное, густики. Но меня все хотят убить. На меня все травят зерном отравленным. Водой норки заливают, да? Ну, каких только способов. Капканы ставят. Уже не знаю, что делать. Куда эти вас? Стилей приклеивают, да. Страшное дело вообще, моя семья страдает. А вот ты, да, такой же, как и я, но тебя кормят постоянно, холят, не леют, шерстку тебе разграживают, крупные, овощи там все тебе дают. В чем разница-то? Ты мне объясни, хомячок, подумал-подумал, говорит, знаешь, что мышка, промоушен у тебя хреновый. Извиняюсь за выражение, да? Так вот, вопрос, да, конкретно находится в вас. Нужно научиться хорошо все промотировать, то есть продвигать. Что такое промоушен? Это значит показать все плюсы того, чем вы занимаетесь. Если вы говорите человеком об МММ, значит покажите все плюсы МММ. Естественно, есть и минусы. Везде есть минусы. Все мы люди, идеальных людей не бывает. В каждом из нас есть плюсы и есть минусы. Но когда мы показываем в человеке его плюсы, то нам хочется общаться с этим человеком. В каждом товаре есть плюсы и минусы. Вы обращали внимание, приходите на рынок, да? И у одного продавца вы что-то покупаете, а у другого не покупаете. Один человек показывает вам только плюсы. Есть такое правило Гомера, которое гласит, что чтобы достичь наилучшего результата в убеждении человека, порядок аргументов должен идти следующим образом. Сначала идут сильные аргументы, потом идут средние, и потом в конце один самый сильный. Слабых аргументов вообще не должно быть. Сильные, средние и самые сильные. Вот этим правилом нужно пользоваться, потому что оно тоже очень давно существует. Пользуетесь ли вы им, когда вы говорите об МММ? Задайте себе такой вопрос. Так вот, промоушен. Что это такое? Состав промоушена. Я вам рекомендую это все записывать. И потом вы начнете это когда применять. Понимание это приходит после действия. В жизни всегда так. Сначала мы что-то сделаем, а потом мы понимаем, хорошее мы сделали или плохое. Сначала сделаем. Сначала выйдем замуж, а потом понимаем, правильно мы сделали или неправильно. Да? Так или не так? Так вот, смотрите, промоушен. Это английское слово «продвигать» означает. Это мы говорим сейчас с вами о техниках. Всего это 5% от вашего успеха. 95% это вы сами. Но эти 5% они тоже очень важны. И промоушен это большая часть. С чего он состоит? Состав. Первое. Это деловые качества. Деловые качества. Того, на кого вы делаете промоушен. Либо это человек, либо это товар, либо это конференция, которая у вас состоится завтра. Здесь вы используете конкретные аргументы и факты. Деловые качества. То есть показываете все плюсы, как я до этого говорил. Сильные, средние и самые сильные. Второе. Вы говорите о том, что это дает вам. Что это дает вам. Сегодня вот вы были на конференции. Каждому что-то это дало. Каждый что-то на своем уровне что-то понял. Я думаю, что здесь не останется в зале людей, которые вообще ничего для себя не взяли. Может быть, один человек. Всегда есть один человек. Что это дает вам. Третье. Что это даст тому человеку, которому вы делаете промоушен. Другому. Другому человеку, другим людям. Вот это состав промоушена. Его нужно соблюдать. Если вы его соблюдаете, тогда у человека появляется желание воспользоваться этим. То есть цель промоушена возбудить в человеке желание воспользоваться предоставившимся случаем и поприсутствовать на данной конференции. Или пообщаться с данным человеком. Или приобрести вот этот вот эксклюзивный товар. И чтобы промоушен был эффективным, в нем должно быть. Первое. Конкретика. То есть без воды, да, не надо говорить, что там это там такие красивые люди, они просто там не надо в общем лирики, поэзии. Должно быть конкретно. Деловые люди знают, которые знают, да, что они делают. Профессионалы в своем деле. Как своими словами. Конкретика. Аргументы и факты. Второе. Искренность. Вы должны говорить от сердца, искренне. Не надо выдумывать. Говорите правду. Люди чувствуют, когда вы говорите правду, когда вы говорите неправду. И третье. Эмоции. Вы говорите с эмоцией, эмоционально. Если вы говорите правду, вы сможете сказать эмоционально. Если вы скажете неправду, то эмоций там не будет. А эмоции — это движущая сила ваших слов. Благодаря эмоциям ваши слова входят в сознание человека. Без эмоций слова в сознание человека не попадают. Это входит в одно ухо, вылетает из другого уха. Эмоции передаются эмоциям, и человек принимает решение только в соответствии с теми эмоциями, которые вы ему передаете. Рекомендую вам сегодня, после конференции, составить себе промоушен на завтрашнюю конференцию. Как бы это выглядело? Допустим, как бы я делал этот промоушен? Я бы делал вот таким образом. Я бы сказал, что завтра у нас во сколько-то, в городе Москва, состоится региональная конференция, на которой будут присутствовать представители МММ, представители-руководители МММ по Южному федеральному округу, которые сегодня имеют результат по развитию структуры, по управлению этими структурами, которые провели уже не одну конференцию в разных регионах, после чего в этих регионах пошел бурный рост. И эта конференция, которая сегодня пройдет у нас в Москве, она сделана для того, чтобы в нашем регионе МММ начало бурно развиваться, вы сможете задать этим людям вопросы, как правильно структурировать эту структуру, как правильно отобрать руководителей, как правильно с ними работать. Тебя эта встреча ни к чему не обязывает, но то, что ты для себя от этой встречи возьмешь по максимуму, однозначно ты не потеряешь свое время. Примерно я бы вот так о ней говорил на вашем месте. Если вы вот так это скажете с местами, то человек, он захочет на нее прийти, понимаете, он сможет нам получить ответы на свои вопросы. Вот это тоже техника, которую необходимо знать. Придите ее также и себе составьте такой образец промоушена, может быть там это будет у вас абзац, да, или там это будет два абзаца, или страничка, начните его говорить. Вот пример я бы вам привел из фильма «Матрица». Смотрели «Матрица» первый самый фильм? Смотрели? Кто смотрел «Матрица»? Хороший фильм, очень интересный. Рекомендую посмотреть. Так вот, там, помните, момент был такой, когда Тринити привела Нео к Морфеусу, помните? И перед входом, когда тут ему две таблетки давал, синюю и красную, перед входом туда в кабинет, она ему сказала, будь искренним, да, этот человек знает практически все. Помните такую фразу? Вот это был промоушен, понимаете? То есть Нео, он уже зашел туда совсем другим состоянием духа. То есть если вы сделаете правильный промоушен, то люди в нужном состоянии духа придут на конференцию. Если вы сделаете правильный приглашение, то люди в нужном состоянии духа придут на вашу встречу. То есть все находится в состоянии духа, правильно настроить нужно человека. И нужно быть самим в состоянии духа победителя, да, в состоянии духа лидера. Чем отличается кролик от льва? Формой хвоста? Состоянием духа. У них разное состояние духа, понимаете? И в жизни мы получаем прямо пропорционально все тому, каково наше состояние духа. Если у нас состояние духа жертвы, мы постоянно страдаем. Жертва, она само собой притягивает палача. Представьте, если женщина идет по городу и думает, так, меня может сегодня изнасилуют, меня может сегодня изнасилуют. Что с ней может произойти? Как вдруг? Если этот насильник, он тут один в городе Москве где-то бродит, да, то ему интуитивно подходит сигнал, ему посылается. Езжай на станцию метро «Партизанская», да, он не знает, почему он садится и едет на «Партизанскую». Он говорит, пройди на улицу там Советов, и он идет на улицу Советов, именно там, где идет эта женщина, понимаете? Она сама его притягивает. Закон притяжения, он работает. Жаль, что нам в школе его не объясняли, но это так, понимаете? То есть нужно, когда… Большая ошибка, что не объясняют в школе это. Большая ошибка, да. Было бы очень много успешных людей по России. Абсолютно с вами согласен. Ну, не совсем выгодно, понимаете, чтобы люди были сильно умные. По России, как отдельно это запустится. Поэтому нужно, знаете, когда вы начинаете это понимать уже, нужно очень осторожно относиться, и даже не к тому, что вы говорите, а еще к тому, о чем вы думаете. То есть контролировать нужно свои мысли. То есть мозг – это как компьютер. Есть два варианта. Либо вы контролируете свой мозг, либо ваш мозг контролирует вас. Это как тренировка. Всегда одинаково происходит со всеми. Потому что страхи, они у всех у нас есть. Бесстрашный человек, да, но это безумный человек. В любом случае, на любом уровне у каждого человека есть страхи. Просто есть люди, которые контролируют эти страхи и правильно их используют, да? А есть люди, которые идут на поводу своих страхов. У них в жизни возникают проблемы. Так вот, здесь вы все руководители, и все вы лидеры. И за вами, за всеми идут люди. Именно поэтому вам нужно постоянно контролировать свои страхи, контролировать свой мозг. И тогда, помните пример с пальцем? Когда люди будут делать то же самое, что и вы делаете. И у вас получится создать команду. Команда необходима. Переходим к следующей теме. Это команда. Слышали такую поговорку? Один в поле не воин. Слышали? А продолжение кто знает? Один в поле не воин, а пугало. Есть еще одна такая же тоже. Один в поле воин, коль по-русски скроет. Это длинное состояние. Смотрите, команда. Объясняю. Вот есть вы. Чтобы построить там международную структуру, да? Или сеть, не важно, да? Любую организацию. Вам нужно 5-6 человек, которые пойдут за вами на 100%. Которые будут чувствовать в вас мощь. Что вы избавились больше от страхов, чем они. Которые будут вам доверять. Которые будут знать, куда вы идете. И в особенности знать, чего вы хотите. Вот эти 5-6 человек. Они должны с вами функционировать вот в таком режиме. Вы сказали, они сделали. Вы сказали, человек сделал. Вы сказали, сделал. Более того. Между собой, между собой, они должны функционировать вот таким образом. Они должны четко осознавать, что они в одной упряжке. И вот эта вот схема, она неразрушима. Тогда, когда вы создали вот это, по образу, подобию. Тогда что происходит? Тогда вот этот человек, лидер. Вот этот человек, да? И другие. Что они делают? Вокруг них начинают образовываться такие же команды. Потому что эти люди, они видят, куда вот этот идет. Затем он идет. С кем он идет. И они хотят сделать то же самое. У них получается такая же команда. У этого человека тоже образуется команда. Вот этот рисунок, он дает понимание. И что происходит? Потом у этих людей, у них тоже образуются команды. Ничего вам это не напоминает? Вот так это происходит. Понимаете? И все эти команды, они держатся на лидерах. Каждый вот этот человек, он является лидером. Вы лидер. Ваши люди лидеры. Понимаете? И здесь еще может быть еще масса людей других, которые просто у вас, да? Ну, находятся в вашей десятке, грубо говоря, просто клиентами. Я рекомендую, вот, те люди, кто у меня приходят, да? Что происходит? Кто-то они приводят людей, а кто-то приводит. Так же, да? Я смотрю, допустим, под этим человеком пошел рост. Он привел своих родственников, друзей, знакомых. Допустим, у него уже там 5-10 человек уже организовалось. Я ему задаю вопрос. Я ему показываю перспективу. Я говорю, смотри, есть возможность быть десятником и зарабатывать с этим деньги? 3%. Вот, смотри, где люди положили в общей сумме, там, получается, там, ну, допустим, 500 тысяч. Если бы ты был им десятником уже сейчас, для тебя это было бы 3-жды 5-15 тысяч. За 15 тысяч рублей у нас, не знаю, как у вас, у нас 15 тысяч рублей считается хорошая зарплата. Вот у нас на побережье зимой 15 тысяч рублей получает, например, директор гостиницы. Понимаете? Да? Не хозяин, не хозяин, а директор. То есть управляющий. Хозяин, он получает там другие цифры. Вот. Поэтому за 15 тысяч... Я показываю человеку заработок, возможность заработка, возможность карьерного роста. А когда еще под тобой образуются десятники, ты получаешь 1%. Ну, практически там уже ничего не делаешь, да? Это уже они там помогают делать переводы, там, отслеживают технические все эти моменты. Ты просто мониторишь ситуацию и работаешь вот с этими ключевыми людьми. То есть ты не можешь работать... Вот у тебя группа тысячи человек. Ты же не можешь работать со всей тысячей физически. Ты не хватит здоровья, ты не справишься. Ты можешь работать только с несколькими ключевыми людьми. Вот у Вадима есть ключевые люди. Он с ними работает. У него есть несколько десятков тысяч человек. Он не может, он со всеми 10 тысячами, 40 тысячами работать не может. Поэтому вам нужно отобрать вот этих людей, да? Вот этот стилет, в костях. Вот это, что касается команды. И когда вы вместе, получается лозунг Сергея Пантелеича, мы можем многое, потому что веник, когда он цельный, вы гнете, они не ломаются, а по одиночке можно каждый крутик раз и сломать, а цельный вы гнете, он выпрямляется, как пуст бамбука, вы гнете, а он обратно выпрямляется. Вот это те вещи, которые важно понять. Я передам пока слово Алексею, я думаю, он тоже хочет что-то передать. Перерыв? Можно сделать перерыв, как у вас вообще настроение? Передохнем? Ну давайте пять минут, хорошо?